Рустальный мир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Мы проанализировали и в этом году сделали уже другие какие-то мастер-классы, оставив наиболее интересные с прошлого года. Вот. То есть обновили их процентов, наверное, на 80. Чтобы дети могли попробовать себя в различных, скажем так, аспектах. Может быть, кто-то откроет какие-то творческие таланты, кто-то разовьет моторику. Ну, в любом случае, это общение и это полезно. Это, я считаю, здорово. Проект замечательный, но очень серьезный. И, конечно, к нему, я думаю, что был особый подход, когда его планировали. Вот. Как продумывали серию этих мастер-классов, я не знаю, составляли специальную программу для ребят. Расскажите об этом. Я очень рада, что я работаю в творческом коллективе, где вот наши сотрудники, люди, которые ищущие неравнодушные, они сами вот что-то придумывают, что-то смотрят, что-то предлагают. Все это мы обсуждаем с родителями наших особенных детей. И уже, скажем так, проконсультировавшись только с ними, строим свою работу. Вот. Поэтому мастер-класс, наверное, поэтому приобретает большую популярность и развитие. Потому что уже на следующий год мы его видим несколько в ином формате, опять же, пообщавшись с родителями и с детьми. То есть вы прислушиваетесь к их мнению при составлении этих программ? Мы делаем это для них. Это их желание. Конечно. Мы советуемся с ними, потому что этот проект для них. Они принимают в нем участие. Им должно быть интересно и полезно. Да, это, конечно, очень важно. Хочется услышать, что это за мастер-классы более подробно. Расскажите. Ну, в этом году остался мастер-класс «Дом бабочек», где была фотомастерская. Дети с удовольствием делали все, смотрели на этих летающих бабочек. Учитывая, что там живые бабочки летают, все это очень интересно. Это была лепка и роспись дымковской игрушки. Замечательные работы появились. Это и рисунки на воде. Это и создание поделок из полимерной глины. Всего мы провели 25 мастер-классов по пяти направлениям. И в них приняли достаточно большое количество детей. Это 175 детей. Из них половина составляли особенные дети. Я правильно понимаю, что арт-терапия, так называемая, это действительно терапия. Это не только развлечение ради сделается. И какие-то вот эти вещи, такие как лепка, как рисование, они развивают моторику. Они как-то влияют на здоровье. Они, во-первых, эмоционально влияют на ребенка. Нужно просто присутствовать на этих мастер-классах, чтобы увидеть, какое удовольствие получает ребенок от своей работы, от результатов своей работы. Даже если он неподвижен, он все равно это все понимает. С ними на занятиях присутствуют их родители, то есть люди, которые больше всего их понимают и помогают им в этом. И поэтому тот восторг и эти глаза, которые горят, увидев результат своей работы, наверное, все-таки помогают нам придумывать все новые проекты. А ведь результат их работы потом выставляется на всеобщее обозрение. На всеобщее обозрение было, знаете, мы сталкиваемся иногда, что ребенок, который что-то сделал, говорит, нет, я вам не отдам. Я отнесу это маме, сразу маме. То есть не обязательно. Не обязательно, да. Мы просили, чтобы они оставляли свои поделки на выставку. Но если ребенок был так доволен результатом, и что хотел сразу поделиться этим с мамой, ну, бесспорно, мы оставляли эту работу ребенку. А давайте сейчас ненадолго прервемся и посмотрим, как проходило мероприятие «Хрустальный мир» в этом году. Этих ребят два месяца учили фотографировать, рисовать на ткани, расписывать дымковские игрушки, создавать рисунки на воде и с помощью цветного песка. Все это в рамках бесплатного познавательного проекта от администрации Владивостока «Хрустальный мир». Но, как известно, после плодотворной учебы можно и отдохнуть. Этим ребята пригласили заняться на большом красочном концерте. Здесь и аниматоры, и шоу мыльных пузырей, а также всевозможные игры и выступления детских коллективов. Моя младшая дочь принимала участие, очень понравилось. Очень хорошо, очень все сложено, все прекрасно, детям нравится, взрослым тоже всем в восторге. Спасибо большое. Всего для детей провели около 30 мастер-классов. В них участвовали более 200 ребят, большинство из которых с ограниченными возможностями. Они приготовили огромное количество поделок, которые мы сегодня видим, сделали выставку. Они вместе общались, они вместе дружили, творили. Проект проходит второй год подряд, и организаторы не стремятся его останавливать. Ведь это отличная возможность научить детей чему-то новому. А главное, на ярком примере доказать, что для искренней дружбы не существует ни диагнозов, ни прочих ограничений. Ирина Олеговна, мы увидели сейчас, вернулись в прошлое, у нас есть такая возможность, и посмотрели, как радуются ребятишки, как здорово все проходит. И ведь с ними работают профессионалы, настоящие преподаватели. Это так? Это какие-то специалисты? Ну, конечно, это специалисты. Это люди, которые, во-первых, умеют, знают, понимают детскую душу, умеют правильно рассказать, что требуется от ребенка, умеют научить, помочь ему, создать то, к чему, в общем-то, стремится мастер-класс. Поэтому это люди творческие. Важно понимать просто, почему я задаю этот вопрос, что это не просто волонтеры, которые точно так же учатся, это действительно настоящие педагоги. Это профессионалы, это профессионалы своего дела. Вот, и огромное им спасибо. Мы в этом году поблагодарили им их за участие, потому что тот подход, ту любовь, которую они отдают детям, это стоит добрых слов. А вы ведь видите ребятишек, видите, как они меняются наверняка. Насколько положительна эта динамика? Дети, наверное, знаете, как цветочки, они раскрываются навстречу солнцу, они вот излучают тепло, желание общаться и со сверстниками, и с педагогами, и с волонтерами, которые тоже присутствуют на наших мастер-классах. Вот, это очень отзывчивые дети, которые очень восприимчивы к добру, и они откликаются на это добро. Вот, поэтому наши мастер-классы, это, в общем-то, всегда коллектив добрых людей, отзывчивых и стремящихся помочь друг другу. Как мы сказали, есть дети там обычные, а есть дети особенные. Особенные. Мне очень интересно, как обычные дети себя ведут. Вы знаете, поначалу, наверное, с любопытством. То есть для них, для большинства из них, присутствующих на мастер-классах, да, я думаю, что для большинства детей города Владивостока, скажем так, это знакомство. Они с интересом наблюдают, но постепенно, буквально через 5-10 минут, они понимают, что это такие же дети. Они уже с ними общаются на равных, они уже забывают о том, что у этого ребенка есть какие-то особенности здоровья. И воспринимают, как обычного сверстника, может быть, который немножко менее подвижен, как-то по-другому смотрит на мир. Но это такие же дети. И поэтому они играют, творят вместе. Просто мне кажется, очень здорово, что многие родители в нашем городе понимают, что это, наверное, лучшая школа жизни. И лучшая школа общения для их детей, когда особенные дети, обычные дети встречаются. И действительно учатся понимать друг друга, находить новых друзей. И это лучше, чем, наверное, любая литература специальная. И неизвестно, кому это больше нужно, детям особенным или детям обычным. Это общение полезно для всех. То есть результат, как мы видим на лицо. Результат, да. Для всех хорошо. И проект, конечно же, на 100% себя оправдывает. Я надеюсь, что, судя по отзывам, это действительно так. Проект развивается, проект нужен, востребован, и мы будем его продолжать. Ирина Олеговна, мы обещали рассказать и о других проектах. Что это за проекты? Может быть, что-то в планах? Нам интересны все подробности. Вы знаете, да, на создании новых проектов нас все-таки подвигли родители наших особенных детей, которые стали узнавать, а что еще? Вот где можно еще поучаствовать? Вот. И так родились вот уроки доброты, которые уже буквально на следующей неделе начнутся в пяти школах города Владивостока. Что такое урок доброты? Это инвалиды, в данном случае инвалиды по зрению, придут к детям в классы и постараются объяснить, как, что чувствует человек слабовидящий. Вот. Познакомить с теми ощущениями, показать им тексты Брайля, шрифт Брайля, попробовать научить их читать. То есть, чтобы они ощутили на себе, как чувствует себя человек, в данном случае слабовидящий. Что такое собака-поводырь? Что такое трость? И уже, я думаю, что побывав на таких уроках, наши дети, увидев человека с тростью или с собаком-поводырем, наверное, все-таки по-другому будут относиться. Они уже будут понимать сами, что ощущает этот человек. И я думаю, что у них проснется... Человеческое отношение. ...еще больше добра человеческого по отношению к инвалиду. И он будет стараться помочь. А став взрослым, он будет создавать условия для таких людей как можно больше. Вот это вот уроки доброты. Вот. Это для школьников. А в начале декабря мы уже для детей с ограниченными возможностями хотим провести такое мероприятие, как интерактивный спектакль. Это будет спектакль по мотивам повести Экзюпери «Маленький принц». И наши особенные дети будут участниками этого спектакля. Вот. Поэтому мы приглашаем принять участие. Вот. Но наши мамы и папы уже все это знают. Они уже это ждут. Они уже записываются к нам. А мы ждем их. А что нужно, чтобы стать участником такого проекта? Куда обратиться за помощью? Кастинг какой-то есть? Или, может быть, многие зададутся таким вопросом? В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока телефон 2614089 и 2614397. Мы всегда рады услышать их звонки. А есть ли какое-то ограничение по количеству групп? Я так понимаю, что оно есть, конечно. Да, ограничения есть. Эти спектакли, так как это, скажем так, первый опыт, это будет два спектакля по 25 человек. Вот. Постепенно мы посмотрим, если у нас будет получаться все. Я так надеюсь, что так все и будет. Мы будем расширять. Конечно, благодаря во многом пожеланиям особенных детей, их родителей, создаются эти проекты, эти программы. А где еще можно подчеркнуть опыт? Вот, например, мы же часто перенимаем опыт наших заграничных соратников, жителей других стран в чем-то. А мы порой не задумываемся, что, например, в той же Америке маломобильные люди и люди обычные, они учатся вместе, например, в школах. То есть там нет какой-то градации, нет отдельных школ. И за счет этого люди с детства видят таких людей, как вы говорите, они учатся уже правильному отношению к ним. Вот, может быть, вы как-то перенимаете опыт ваших коллег? Вы знаете, все постепенно будет и у нас. Не все сразу только. Для того, чтобы ребенок посещал школу, нужно создать физическую доступность. Он должен добраться. И, в общем-то, и государственная программа «Доступная среда», и муниципальная программа «Доступная среда» как раз на это направлены. Но сделать все вот в одной части, конечно, это невозможно. Но уже определенные шаги сделаны. И уже я знаю, что дети особенные, с различными возможностями здоровья посещают. Пусть это не все, но я думаю, что со временем у нас будет точно так же. И все дети у нас будут участвовать и ходить в школу наравне с другими, и принимать участие в спортивных соревнованиях, может быть, только каких-то особенных. То есть они будут абсолютными полноправными членами общества. К чему мы и стремимся? Мы стремимся им в этом помочь. Да, я думаю, что все жители нашего города и края сегодня видят результат работы «Доступная среда», о которой вы сказали, программы «Доступная среда». Ведь буквально несколько лет назад еще такого, наверное, таких масштабов все-таки не было. И посмотрите, спустя несколько лет мы видим, во-первых, мы постоянно видим нашего Артема Моисеенко, всем известного, который сегодня очень активную позицию принимает и помогает своим соратникам, своим коллегам, своим друзьям. И сегодня маломобильные люди – это не только люди, к которым просто с пониманием нужно относиться, они и в спортивных мероприятиях участвуют, и в танцевальных проектах каких-то. В различных проектах. В различных. Все это благодаря неравнодушным людям, таким вот, в том числе, как Артем Моисеенко. Благодаря им создаются проекты, благодаря им что-то делается. Ну и, безусловно, программа, государственная программа «Доступная среда» дала огромный толчок в развитии, в решении этих проблем. А вот интересно ваше мнение. Вы же постоянно сталкиваетесь в работе с этим. Очень важно знать, а как горожане относятся в основном к таким проектам, к таким людям? Что они говорят сегодня? Это все-таки больше понимания или пока еще такое осторожное отношение? Знаете, я оптимист. Я понимаю, что сразу всего не достичь. Но мне очень приятно ехать по городу, увидеть, что стоянки для инвалидов уже не занимаются. Хотя раньше, буквально год назад это было. Да, безусловно, кто-то может припарковаться. Но уже это не так. Люди, которые поначалу тактильную плитку на наших тротуарах воспринимали как нечто чужеродное, теперь понимают, для чего она создана и кому она очень нужна. Я думаю, что у нас все-таки большой сдвиг в плане позитивного отношения к людям с особенностями здоровья. То есть любая программа, которая сегодня и администрации города принимается, и инициатива личная горожан, она в принципе работает, и люди только могут подключаться и тоже какое-то содействие оказывать. Конечно. Почему нет? Тем самым меняется. У нас буквально сейчас заканчивается подведение итогов по конкурсу «Доступный дворик». Это как раз деятельность горожан в помощь инвалидам. И отрадно все-таки, что в этом году, если в прошлом году это было небольшое количество участников, в этом году уже их стало больше. И мы уже проехали и посмотрели, что именно жители определенного дома могут сделать для того, чтобы их, скажем так, соседям, у которых другие возможности здоровья, было комфортно в этом дворе. А можно чуть-чуть подробнее рассказать об условиях? Может быть, кто-то увидит и захочет поучаствовать? Нет, уже мы подводим итоги. Это только на следующий год. На следующий год все равно. В этом году итоги мы уже подводим, посмотрели. Замечательно. Это и парковые диваны стоят, это и пандусы, это, скажем, противоскользящее покрытие. Это замечательные детские площадки, там, где есть и спортивные площадки, и зоны отдыха, куда могут легко добраться инвалиды, в том числе инвалиды-колясочников. Поэтому это как раз деятельность горожан, вот, на благо, все-таки, развития доступной среды в нашем городе. То есть я правильно поняла, люди, инициативная группа какая-то, опять же, собираются и помогают обустроить территорию? Да. Во благо? Да. То есть на следующий год у кого-то есть такая возможность стать таким человеком, почему нет? Стать участником, да, стать участником, показать, что вот, как они относятся, что они делают. Вот, потому что вот на Русской 87, там, детская площадка, в том числе и для детей с ограниченными возможностями, создана на средства жителей дома. Замечательно. То есть было бы желание, администрация города всегда поддержит, можно к вам обращаться со своими проектами? Главное, неравнодушное отношение, да, главное, нужно быть неравнодушным человеком, вот, тогда можно много сделать. Мы сегодня наш разговор начинали с мероприятия «Хрустальный мир», и мне бы хотелось, чтобы в конце нашего выпуска вы бы обратились к родителям, которые хотят что-то изменить, может быть, хотят в лучшую сторону изменить своего ребенка, я имею в виду сейчас обычных детей. Можете сказать им пару слов, что им для этого нужно сделать, еще раз, куда обратиться и как это поможет? Мы рады видеть всех детей, и обычных детей, и особенных детей, и для каждого у нас найдется интересное что-то. Они могут принимать участие в наших мероприятиях, для этого необходимо позвонить в Управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города по телефону 2-614-089, либо 2-614-397, и просто предложить себя для участия, а мы найдем им что-то интересное. Ирина Олеговна, нам пора заканчивать. Спасибо огромное вам за разговор, за то, что вы делаете, и я желаю вам побольше таких проектов, и побольше добрых людей. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить», в студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова